В июле 2022 года России был представлен беспилотный трактор КФУ МТЗ-112. Разработка, реализованная Казанским федеральным университетом совместно с Минским тракторным заводом в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», впервые была показана на выставке трактора в Екатеринбурге «Беспилотник». Прототип, разработанный в научно-исследовательском центре специальной робототехникой и искусственный интеллект Казанского университета. В разработке решений участвовали как сотрудники института, так и студенты, бакалавры старших курсов и магистры. Работа над трактором началась в конце 2021 года, а уже в марте 2022 первый образец беспилотного трактора был полностью работоспособен и соответствовал всем заданным критериям. Над проектом трудилась опытная команда из более чем 20 человек. Сотрудничество мы начали еще в прошлом году, то есть много обсуждали, простраивали архитектуры, перспективы сотрудничества. И вот, соответственно, в рамках уже программы «Приоритета» мы сейчас реализовали макетный образец трактора, продолжаем, соответственно, проводить модификации. На данный момент трактор находится на выставке и на промо в Екатеринбурге. Там он является практически главным экспонатом, к которому все подходят, все расспрашивают, всем очень интересно. Многие компании уже интересуются, где можно такое приобрести. Мы, соответственно, с МТЗ прорабатываем вопрос о коммерциализации. Беспилотные машины нужны в помещениях с вредной для человека средой, а также для работы в поле. Беспилотный трактор выдерживает траекторию движения и, соответственно, вносит те же семена и еда химикаты в почву. Представленная модель может работать от аккумулятора до 8 часов, двигаясь в автоматическом режиме со скоростью 15 км в час. При этом система управления замечает препятствия с расстояния 30 метров, а с 15 метров точно распознает их и самостоятельно принимает решение. Трактор также оснащен системой связи и программным обеспечением на планшете с тач-интерфейсом для управления. Машинное техническое зрение работает с камерой и лидаром. По словам одного из создателей трактора, Антона Егорчева, создание сельхозтехники ведется уже давно, однако разработка КФУ МТЗ-112 существенно отличается от всех остальных. Наша разработка существенно отличается, то есть прошло уже достаточно много лет, у нас решения самые современные. Мы применяем все те технологии, которые разработали за последние несколько лет, то есть мы являемся разработчиками ряда беспилотной техники, включая грузовые транспортные средства, включая, например, КАМАЗ, где мы, соответственно, здесь уже применяем, что технологии машинного зрения, технологии автопилота, то есть у нас есть свои уникальные особенности, такие, как, например, у нас есть несколько режимов управления, это ручной, дистанционный, стратегические и тактические режимы. В сентябре 2022 года в Казанском технопарке имени Башира Ромеева состоялась долгожданная презентация беспилотного трактора высокой степени автоматизации КФУ МТЗ-112. Премьер-министру Беларуси Роману Головченко представили результаты работы первого этапа совместного с МТЗ проекта по созданию серийных образцов и управляющей платформой высокоавтоматизированных транспортных средств, предназначенных для агрохолдингов и фермерских хозяйств. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко высоко оценил ход реализации проекта и высказал заинтересованность в его продолжении с целью выхода на серийное производство уже в 2023 году. Корейна Саяхова, Универньюс.